Сегодня я хочу затронуть тему, которая уже какое-то время обсуждается в кулуарах чатов моих марафонов по поводу вот этой, знаете, инвестиционной группы, по поводу того, чем же таким я обладаю, как человек, что я могу быть кому-то интересен и полезен. Дело в том, что мы живем с вами в материальном мире и, как ни крути, привыкли плюс-минус сумерить деньгами. И когда мы думаем о себе, как о реализации, первая мысль нам всегда приходит, где мне взять денег для того, чтобы что-то сделать. Когда говоришь, познакомься с кем-то успешным, человек говорит, ну кому я нужен вообще успешному, я весь такой неуспешный, зачем я ему нужен. Когда говоришь, поучись у кого-то, он говорит, ну нет, я бы у него поучился в личном коучинге, но у меня нет на это денег. Мы все приводим к деньгам, у нас такой общий знаменатель. И в итоге получается так, есть какая-то моя жизнь, потом идет такая черта плита, а под плитой такими огромными буквами, знаете, как рисуют на заборах, написаны деньги. И вот ты такой стоишь под этой плитой нарисованной, значит, там смотришь и думаешь, ну денег нету, значит, я туда перебраться не могу. И, в общем-то, всю свою жизнь такой поешь, да, там, я бы очень хотела перебраться через эту плиту, там, лапками держишься, вот припрыгиваешь, смотришь, ну кому я тут нужен, вот если бы у меня были деньги, а где я возьму деньги, если я такой весь ненужный. И эта модель на самом-то деле просматривается в огромном количестве разных ситуаций. То есть, когда я с людьми на любые темы начинаю общаться, мы в итоге сходимся к тому, что как мне продвигаться, если у меня ничего нету. Нету статуса, нету денег, нету возможностей, короче, ничего нет. И вот я вам сегодня хочу эту тему помусолить, потому что я считаю, что она очень крутая. Рассказать вам несколько кейсов относительно того, есть нету денег, и ни в коем случае не отговорить вас от денег, не сказать вам, что деньги не нужны, но показать вам на самом деле, какая ценность и какой капитал, каким капиталом располагает каждый из нас. И давайте начнем с того, что, безусловно, самым ключевым капиталом, который вообще развивается, скажите, пожалуйста, у вас есть деньги, но у вас нету энергии, у вас нету идей, у вас нету мастерства, например, подбора команды или мастерства воплощения проектов. Что вы можете сделать с кучкой денег, с самой огромной, если у вас ничего нет? Вы можете нанять команду, которая бездарно эти деньги все выпалит. Вы можете придумать какую-то идею, которая не сработает, и вы бездарно эти деньги спустите, потратите. Вы можете сделать все, что угодно, но если вы, например, никакими навыками, качествами, особенностями не обладаете, то ваши деньги будут улетать в унитаз, какие бы суммы денег не были. Мало того, часто бывает даже такое, что вы качествами и способностями обладаете, но не обладаете определенными навыками. А когда есть деньги, очень часто кажется, что деньги решат за меня проблемы. Проблема, ключевая денег, вот эта вот иллюзия того, что деньги могут что-то сделать за меня. И обычно, когда человек имеет какой-то капитал и запускает бизнес, а при этом не имеет опыта, имеет капитал. Так, друзья, это то, о чем я говорила. Зазвонил телефон, вы на месте? Давайте вернемся. Помашите, скажите, что вы на месте. Потому что я не знаю, что происходит в тот момент, когда кто-то звонит с эфиром, он схлопывается, или меня в это время показывает мое ухо. Что произошло? Так, вижу, что кто-то отвалился, кто-то привалился. Мы тут, все, прекрасно, окей. Не знаю, что просто происходит в этот момент. Итак, то есть у нас есть, еще раз, у нас есть некая иллюзия, что когда у нас есть деньги, они решают все наши проблемы. И если у нас денег нет, то, соответственно, мы ничего решить не можем. Так вот, о чем я говорила вам. О том, что существует... О, начинает гаснуть экран, что-то еще начинает происходить. Существует такой момент, что когда у нас есть деньги, но у нас нет опыта работы в бизнесе, и мы себе какую-то идею, например, придумываем, мы точно так же можем деньги спустить. Это совершенно не говорит о том, что нам теперь не нужны деньги. Что же, Оля, все, теперь они нам нужны? Нет. Это говорит только о том, что я знаю огромное количество людей, включая себя, у которых бизнес-проекты интересны. И вообще собственный рост, не только бизнес-проекты, но и собственный рост, потому что я рассматриваю человека как бизнес-проект любого. Смотрите, для того, чтобы устроиться на работу, мне нужно себя продать. Если я говорю о хреновой работе за маленькие деньги, вы же знаете, что маленькие чеки, человек проще отдает маленький чек. Он смотрит на вас и думает, ой, ну, буду платить ему 150 долларов, как-нибудь на эти 150 долларов выпахает. Но если вы претендуете на работу в 1000 долларов, то вас уже рассматривают по-другому. Уже есть большая конкуренция, вы уже должны проходить какие-то этапы, вы уже должны что-то доказывать, у вас уже должен быть опыт, вы должны сильно стараться проходить кастинги, этапы и так далее, и так далее. То есть вы, по сути, продаете свой профессионализм и мастерство на рынке труда, да? И если у вас это мастерство крутое, то и вы выбираете, кому это продать, вы не пойдете в любую компанию. И вас, собственно, по-другому выбирают и оценивают. За вас уже могут сражаться даже хэдхантеры, понимаете, которые будут сражаться за то, чтобы вы попали в их компанию. Но если вы такой себе посредственный исполнитель, какой-то там сотрудник, которого легко заменить, да, то есть вы как бы, как это называется, масс-маркет, вы масс-маркет, да, вы шампунь, пантин, крови, то в этом случае, конечно же, вас просто легко меняют и все. То есть вы сами решили быть масс-маркетом, это ваш осознанный выбор, может быть, неосознанный, но он таковым является. Так вот история про то, когда мы хотим себя дороже продать, свой продукт, свой бизнес, вопрос не в деньгах. Если вы придете, мы, например, часто считаем, что если мы придем на собеседование с сумкой Louis Vuitton, original, взятые подружки, то значит мы произведем больше впечатления. Да я вам скажу как работодатель бывший, потому что сейчас я никого не нанимаю, что мне в принципе плевать, какая у вас сумка, мне важно, что вы делаете, как и мне плевать, какой у вас диплом и какие у вас там были оценки в школе и как вас кто хвалил. Мне важно, что вы умеете делать. В бизнесе история точно такая же. Самыми классными инструментами вообще в развитии, которые у вас есть, это ваши личные навыки и умения, это ваши личные привычки. И если вы стремитесь развиваться, то вам прежде всего необходимы не деньги. Вам прежде всего необходимо, первое, найти свои сильные стороны, которые вы считаете таковыми и которые вам понадобятся на том пути, на том этапе, который вы выбрали. Вы же выбрали, я хочу что-то создать, или я хочу попасть на какую-то работу. То есть по сути любой наш выбор, это что такое? У нас есть дерево, это мы, такое входящее дерево. И есть некое другое дерево, на которое мы хотим перебраться. Наша задача перебросить туда провод. Помните, как вот дерево и дерево, оно не у провод. А что на проводе висит, сейчас-то сейчас? Лампочки, помните? Лампочки это задачи, которые нам необходимо выполнить. То есть по сути любая наша цель, я перебрасываю провод сюда-туда. Вот это я, я хочу попасть на руль. Вот, я сюда вешаю лампочки себе для того, чтобы на руль попасть. Если я говорю, так, для того, чтобы попасть на руль, что мне надо? Мне нужны сильные руки. Первая лампочка. Я пошла тренировать сильные руки. Потому что если у меня будут слабые руки, я не перелезу по канату. Первый навык, который мне нужно получить. Если у меня будет пакет денег, это не поможет мне перелезть. А если у меня будут сильные руки, мне это поможет. окей, что мне еще надо? Я очень быстро, например, я очень быстро теряю интерес. Мне нужно накачать, прокачать в себе такой инструмент, как дисциплина, такой навык, научиться быть дисциплинированным, потому что мне придется тренироваться каждый день. Если я буду сильные руки тренировать раз в месяц, то они у меня сильными не станут. Значит, мне нужна дисциплина. Окей, как я могу наработать у себя дисциплину? Я вешаю следующую лампочку, говорю, мне надо проработать дисциплину, как я могу это сделать? Я себе придумываю ряд каких-то задач, создаю тренажер для наработки дисциплины и так далее. Я хочу, чтобы вы понимали очень простую штуку, что если вы не будете находить необходимые вам стороны и навыки и развивать их, у вас ничего не получится. Когда я была обычной девушкой и смотрела на богатых людей, я очень им завидовала в контексте, знаете, чего? Мне же всегда говорили, что мы толстые будем все в семье. У меня такой фетиш, что мы будем толстые. Я с самого раннего детства боялась, что буду толстой. И я смотрела, значит, одна из мотиваций богатства было иметь достаточно денег для того, чтобы у меня была возможность заниматься в хорошем тренажерном зале, иметь личного тренера. Тогда были такие программы на видеокассетах от Синди Кроуфорд, от Клаудии Шифер. И я понимала, как круто, наверное, когда у тебя есть какой-то личный тренер, как у Голливудской звезды, тогда это может быть в форме. Я мечтала, что у меня будут деньги на массажиста, потому что все время я слышала, что, значит, кто-то может размассажировать твои жиры. Ты же, значит, жрешь, отказаться от еды это как бы было нет, а вот чтобы кто-то что-то с тобой сделал, это как бы естественно да. И вот я себе, для меня была мотивация зарабатывать денег, чтобы не быть толстой. То есть понимаете, да, привязка? Типа, вот когда я буду вырасту, богатые не бывают толстые. И представьте себе, каково было мое разочарование, когда я стала видеть богатых женщин, которые выходили в бриллиантах, в дорогих, значит, там, я же всех отслеживала, в дорогих машинах, шубах, у которых вываливались животы, блин, у которых были морщины, которые выглядели не так, как по моему мнению детскому. Они должны были выглядеть. И у меня была типа неустойка, типа, у них же столько денег, у них же столько денег, почему они, блин, не выглядят красиво. А знаете почему? Потому что вопрос того, чтобы кто-то с тобой сделал, он не всегда работает. И то, что касается физической подготовки, можно, конечно, бабочку на живот прилепить, значит, которая мышцы сокращает. Можно там массажиста поставить эндосферу, хуисферу и так далее, да? Но, мать твою, рот закрыть свой надо, свою жопу надо поднять, пойти в зал, мышцы сами вот эти вот, они не нарастают, вот эта вот вся пигня не происходит, надо отжиматься, подниматься, бегать своей жопой надо трясти. И никакие, мать твою, тренера голливудские, хуевудские, никакие, сука, не помогут. Вот никакие, блядь, не помогут. Вот выйти и побежать вечером или утром помогает без тренера, без денег. Представьте себе, что можно иметь охуительную фигуру и не тратить на это бабло. Можно брать пятилитровую бутылку, мать твою, и с ней приседать, прикиньте, и жопа накачается. А можно даже по своему вонючему или не вонючему, как у вас там получилось, парадному, по лестнице бегать, бля. Вот так вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, побегайте 30 минут, и жопа накачается. И не нужны деньги в фитнес-клуб, а можно на травку выйти, пресс покачать, а можно поотжиматься от перила, прикиньте, от перила. Можно встать и поотжиматься, и нормально будет. А можно от лавочки вот это вот на заднюю сделать, вот так, тынь, тынь, и тоже будет красивый рельеф. И деньги здесь ни при чем. Мы обвиняем деньги во всем. Мы делаем их божественными. Деньги руководят нами. Я бы был стройный, ну, конечно, бы был. У меня нет денег на это все. Где я возьму деньги? Деньги. Вчера буквально завела с ребятами, которые у меня проходят марафон законы денег. Кстати, очень крутой марафон, если вы туда не попали, попадайте в Юльский поток. Потому что это огнище. Мы там копаем, значит, естественно, все про деньги. И мы там раскопали, я так начала говорить весело, что уже забываю, что мы раскопали. Что же мы там раскопали веселенького? Боже, я забыла. Видите, рекламнула и все, и забыла. Но мы там что-то очень веселенькое, раскопали какой-то убежденец. Господи, забыл, 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 забыл. Со всех сторон идут сообщения. Говорят, правильное питание дорого. Да, ну, все дорого. Все, конечно, дорого. Выглядеть хорошо дорого. Все дорого. Не есть тоже дороговато, понимаете? То есть, еще раз, мы создаем некий культ денег и считаем, что именно деньгами, благодаря деньгам, мы можем чего-то достичь. Но на самом деле, повторяю, весь капитал, богатство есть у нас. Это и наш характер, который не закалят никакие деньги. Потому что я вам хочу сказать, например, я жила на Троещине в Киеве. Ну, и не знаю, у каждого есть массив жопный в городе. Для меня центр всегда был культом. Я туда попала чудом. У меня была школа в самом центре города. И вдруг, значит, я неродива оказалась на Троещине. Родители умудрились там деньги, ой, деньги, господи, обидеть деньги, квартиру получить. И, значит, я, представьте себе, для меня было так важно оставаться в центре. Это была моя мечта всю жизнь туда вернуться и там жить. И поэтому я там и квартиру купила. Что я с Третьего класса, мне было 9 лет, когда мы туда переехали, я ездила полтора часа на общественном транспорте на 8.30 в школу, а приезжала я в школу всегда в 8.00 каждый факинг день. Мало того, у меня был детский коллектив, где я занималась. И часто я приезжала домой в 9 вечера. Это момент дисциплины, которую я выработала, потому что я знала, чего я хочу. Мне тысячу раз говорили родители, перейди в школу под домом, спустись на лифте, и у тебя школа. Не надо никуда ездить. Но я-то понимала, что я хочу элитную свою школу, а не вот эту на Троещине. То есть, понимаете, и я сколько лет я проездила так, огромное количество лет, потому что точно так же ездила в университет, который практически находился рядом с моей школой. Это закаляло во мне дисциплину. мою дисциплину, мою внутреннюю целеустремленность. И я ее воспитывала сама в себе. Когда я познакомилась со своим продюсером первым, это был самый жестокий человек в моей жизни. В 19 лет с той психикой, в то время, когда еще не было вот этого интернета, вот этого всего мы не слышали и не видели, для меня то, что говорил мне Саша, я вам не могу передать. Это даже не то, что говорю вам я, просто поверьте. Это просто пипец. Для меня этот человек был культом, и этот культ просто разрезал меня на куски. Я каждый раз, после каждой встречи, мечтала и видела, как я беру кинжал и разрезаю его. Настолько мне было, ну, настолько я чувствовала, как он покушался, как он влезал в меня, как он меня выворачивал наизнанку. Все, чего я боялась, все, о чем я не могла думать, все, что для меня было ужасно, он меня раскрывал. Вот так вот, как маньяк какой-то, он меня выворачивал. Но вы знаете, прошло время, и я так ему благодарна за это, потому что он научил меня ничего не бояться. Он научил меня быть смелой, он научил меня цепляться в то, что я хочу. Он научил меня, что если ты чего-то хочешь, ты способен этого достичь. Даже если ты девочка-строечина, даже если у тебя нет финансов, ты должна расти над собой. Я ненавидела эту фразу, он каждый раз мне говорил, ты должна вырасти, ты должна стать лучше. Я вообще не понимала, о чем он говорит. Как вырасти, в росте, как стать лучше. Он мне говорил, что ты делаешь, что ты читаешь, с кем ты разговариваешь. Я не понимала, как это вообще влияет на мою жизнь, что я читаю. Он давал мне какую-то литературу, заставлял меня это читать, давал мне какие-то задания. На тот момент дурацкие, я ни разу не сказала ему, что ты нахуй, ты вообще, блин, чувак, ты мне портишь жизнь. Я точно знала, что это моя лодка. Я понимала, что на данный момент в моем окружении это самый успешный чувак. Его показывают по телевизору, его проекты суперизвестны. Я понимала, что если он со мной каким-то образом обратил на меня внимание, мне нужно всячески двигаться. И я цеплялась за любую возможность общения с людьми, которые были вау для меня. И я помню, как мне звонила, там первый раз есть такая певица в Украине, Наташа Могилевская, когда она мне позвонила, у меня был такой мой внутренний кризис, а это была подопечная моего продюсера. И когда она мне позвонила и сказала, Оля, привет, это Наташа, Саша попросил с тобой поговорить. Для меня это, конечно, знаете, был очередной взрыв. Я вам хочу сказать, что в своём росте ни разу у меня не встали деньги. То есть не деньги меня растили. У меня растил мой характер, мои цели, моя дисциплина, моё умение не ломаться, моё умение попросить прощения где-то, моё умение пересилить себя, моё умение выполнить задачу, даже тогда, когда она суперсложная. И эти навыки есть, точнее не навыки, эти возможности, этими возможностями обладает каждый человек. Вы все этим обладаете, но просто кто-то их развивает, а кто-то нет. Кто-то понимает, что это нужно прокачивать. Это как тело. Каждый из нас имеет возможность иметь очень красивое тело. Каждый абсолютно может иметь красивый рельеф, красивый пресс, красивые ноги, но просто есть те люди, которые тренируются, а есть те, которые не тренируются. И всё. В этом ключевая разница. Потому что для того, чтобы тренироваться, нужно что? Нужно, первое, сказать, что тебе это надо и засунуть это в свой график. Большинство людей, которые не тренируются, которых я знаю, это люди, у которых дел в тысячу раз меньше, чем те, кто тренируются. Это я вам точно могу сказать. Все люди, которых я знаю успешно, это люди, которые просыпаются в 5-6 утра. И люди, которые ложатся в 10, в 11, по-разному, уже сейчас мы понимаем, что нам нужен восстановительный период. Вообще, мне очень нравится сравнение того, что наша эффективность зависит от заряженности. Как телефон. То есть, когда мы с вами ставим телефон на зарядку на ночь, утром, когда мы просыпаемся, он у нас полный. Точно так же и человек. Нам необходимо восстанавливаться, нам необходимо за ночь заряжаться. Когда мы спим 2-3 часа, мы не заряжаемся. И в итоге мы работаем постоянно и все время ищем под зарядку. Мы все время ходим и пытаемся втыкнуть свой телефон, потому что мы боимся, что он сейчас разрядится, разрядится. Но когда мы его включили, с утра идут наши самые эффективные часы. Посмотрите, что делают люди. Люди с утра просыпаются, в 8, в 9, мечтают, чтобы можно было проснуться попозже. Потом долго раскачиваются, потом пытаются что-то делать, но наступает обед, потом уже наступает ужин. И потом, вот это самое время, когда нужно отдыхать уже, мы говорим, как, нет, я же поздно встал, работать уже не можем, я же уже устал, это неэффективное время. И мы начинаем 4-5 часов до сна втыкать. Втыкать. В сериалы, в телевизор, какую-то хуйню другую, простите, пожалуйста, сегодня будет много этого слова. Потому что это правда. Потому что это правда. И вот эти 4-5 часов, которые должны были начаться с самого утра, когда вы заряженные, когда у вас полной сил, вы провтыкиваете. Потом вы говорите, что-то я ничего не успеваю. Что-то я вообще ничего не успеваю. Так вот, скажите, пожалуйста, имеет ли отношение того, сколько времени вы эффективны в течение дня к деньгам? Каким-то образом вы платите деньги за то, что вы заряжены или нет? Нет. За это отвечает ваша дисциплина, ваше принятие решений, что я буду делать так. Потому что, когда вы полдня спите, потом вы начинаете заниматься чем-то, это ни о чем. Я, например, знаю, что мой день активный, начинается в 7 утра. Значит, я просыпаюсь в 5. Чтобы 2 часа с 5 до 7, активный день это начинается. Мама, кушать, тренировки, зал, дети, куча всего, школы. Я понимаю, что мне надо встать в 5. Я стану в 5, и эти 2 часа я активно занимаюсь своей работой. Мне нужно написать посты, мне нужно написать план на день, если я это не сделала со вчера. Мне необходимо понять стратегически, что я делаю. Мне необходимо разобраться со всеми чатами, которых у меня очень много, потому что я веду марафоны в своих чатах. Мне необходимо понять, какое стратегическое действие к своей цели я сегодня делаю. Что мне сегодня надо создать? Продукт. Мне сегодня надо поехать куда-то записать. У меня сегодня фотосессия, у меня сегодня съемка. Мне надо понять, так, у меня эфир есть сегодня. Мне нужно это распределить. Мне нужно сделать свои ментальные практики, настроить свой мозг на то, куда я иду, для того, чтобы я не занималась какой-то фиглей. И потом начинается в 7 утра мой день, когда я врываюсь в душ и начинаю приводить себя в порядок и так далее, и так далее. Тоже вот эта процедура красоты занимает время. Мне нужно обязательно потренировать свое тело, потому что тело тренирует и мой дух в том числе, потому что когда у тебя красивое тело, у тебя классное состояние. Когда у тебя красивое тело, это значит, что ты мощный и сильный, ты энергетически сильный, ты физически сильный, ты сильный, ты чувствуешь себя, ты любишь себя, ты относишься к себе с уважением, потому что ты знаешь, что ты сегодня встал и хорошенько выпухал. Часто говорят, как перестать есть, а вы тело начнете тренировать. Когда вы начнете тренироваться, вы станете относиться к нему с уважением. И перед тем, как открыть пачку чипсов, вы скажете себе, ёпсель, я так классно в такой форме, я так круто работаю в зале, зачем мне засовывать в себя чипсы, если я столько прикладываю усилий к красоте своего тела. Я не хочу есть эти чипсы, я хочу съесть что-нибудь другое. Вот это уважение, ценность, да, это как, понимаете, машина. Вот когда у вас старая какая-то машина, вы припарковались, черкнули, и вам пофиг. Когда у вас красивая машина, вы не полезете парковаться, лишь бы куда. Вы будете внимательно смотреть, это же ваша новая машина, так и вы. Когда вы себе не нравитесь, когда вы некрасивые, когда вы понимаете, что вы такой себе, вы на себя надеваете, черт знает что, кормите себя, черт знает чем, вы же все равно на троечку, что вам к себе относиться, разве не так? Ну вспомните, вы поплыли, да, там, начали добирать вес, вы там в худзе надели, я про себя сейчас рассказываю, в худзе надели, пошла пирожок съела, ну бля, ну все равно я уже поправилась, ну что там тут пирожок. А когда я знаю, что я рельефненькая сейчас, я красивая сейчас, я не хочу, я не буду себя портить, я же у себя любименькая, понимаете, это отношение к себе как к бриллианту, совершенно другое. И вы, что самое главное, мы же о чем говорим? Мы говорим о том, что нами управляет наши мысли, мы создаем энергетическую вибрацию. И то, как мы себя настраиваем, это мы к себе и притягиваем. И когда мы начинаем быть классными, дисциплинированными, когда мы начинаем ставить свои цели, когда мы каждый день задаем себе вопрос, как я буду двигаться, что я могу сделать, какие навыки мне нужно получить, в чем мне нужно преуспеть, чему я могу поучиться. Вспомнила, о чем я хотела сказать. Мы разговаривали на курсе «Закон и денег», начали обсуждать тему бесплатного. И вдруг мне большое количество участников говорят, а ты знаешь, вот Оля, мы на самом деле знаем, что бесплатный сыр только в мышелоке. И когда я вижу что-то бесплатное, бесплатный тренинг или бесплатный продукт, а я им говорила о том, что сегодня можно получать достаточно большое количество знаний бесплатно, что сегодня любую тему изначально первым этапом можно покачать бесплатно. Ну знаете, например, вы решили стать психологом, и вы такие, сразу запишусь на крутой курс. Зачем? Попробуйте поизучать по бесплатным материалам, вообще понять, вам психология, вот эта вот, она интересна или нет. Там, дизайн интерьером, вы решили стать дизайнером, сразу на курсы записались, а раньше в университет поступили, а потом поняли через полчаса, что вам это неинтересно. И вот я им говорю, так попробуйте на бесплатном, посмотрите, они говорят, не, ну бесплатно это, типа все не работает, бесплатно это фигня. И я говорю, вы знаете, вот я провожу эфиры, это бесплатно, у меня есть продукт, который называется «Почему ваши желания не осуществляются?» Когда вы получаете книгу, вы получаете еще бесплатный курс, и потом еще идут бесплатные материалы, и они очень ценные. И я их делала не с тем, чтобы говорить «Купи, купи, купи», а сделала с тем, чтобы вы чему-то научились, чтобы вы увидели, что это работает, это очень важно». И люди говорят, а что ж тогда мы считаем, что бесплатная это фигня? А я объясняю, почему мы так считаем. Мы с вами не привыкли ничего ценить. И нам, например, для того, чтобы оценить своего мужчину, мы его должны увидеть в другой женщине. Тогда мы начинаем понимать, что ты классный мужчина, если на него другая обращает внимание. А вот если твой мужик офигенный, но он тебе верен, и он с тобой, ты так типа на него что-то там бузишь, и ты там не то, это у тебя, короче, мужик. То же самое происходит и здесь. Когда мы не заплатили, нам лень даже смотреть. Почему мы, например, сейчас с Сергеем начали работать над политикой поднятия цен? Потому что мы понимаем, что наши продукты настолько офигенные, что их стоимость ничтожно мала по сравнению с ценностью. Мы смотрим на рынок России, например, и видим, что те тренеры, которые нам нравятся, классные ребята, их не так много, но они продают свои продукты в тысячах долларов, стоимость начинается. Я считаю, что мой продукт ничем не хуже, но его цена слишком низкая. И у меня иногда возникает такое впечатление уже, что люди, когда видят, что он стоит так недорого, я думаю, да, это какая-то фигня, ну, типа, это не может, не может ничего хорошее стоить там 100 долларов или 50 долларов, как начинаем продавать рерайтер жизни, 50 долларов. Люди думают, да не, ну, это фигня. Или марафон законы денег я сделала за 20 долларов 10-дневный крутячий марафон. И я понимаю, что когда мы не платим деньги, мы можем же даже не открыть этот марафон. Мы же не заплатили за него достаточно. Мы же, ну, типа, ну, ладно. Для нас очень важно, получается, что для того, чтобы мы что-то сделали, мы должны за это что-то отдать, и тогда у нас будет мотивация. Мы ни хрена не умеем пользоваться этим бесплатно, ценить это. Я по себе знаю, что в большинстве случаев я даже не открываю, если это что-то бесплатное. Поэтому это вопрос как раз к себе, а не к людям, которые что-то дают. Потому что я вам скажу, когда меня учил мой наставник большое количество лет назад, он мне сказал такую вещь, он сказал, «Оля, я должна запомнить, что классный тренер – это тот тренер, который бесплатно выдает все самое лучшее. Единственное ключевое отличие между платным и бесплатным в моих продуктах, вы, в принципе, все, что у меня есть в марафоне, ну, 80%, можете найти в бесплатном доступе в эфирах, в моих постах, в моих сообщениях, в моих месседжах, в моих сторизах. Единственное ключевое отличие между платным и бесплатным заключается в том, что когда я даю бесплатное, я даю хаотику, я не даю систему. Сегодня эта тема, завтра эта тема, послезавтра эта тема в эфире, вон, видите, я перескакиваю на все темы мира сразу же. Но когда вы приходите в курс, вы идете шаг за шагом. То есть вы выстраиваете, вы можете сделать поочередную последовательность и прийти к какому-то результату. Вот в этом вся ключевая особенность. Но моя задача, моя задача вас сковырнуть. Моя задача, во-первых, найти своих людей, потому что я точно не для всех. И я вижу, как некоторые из вас меня часто отмечают, по чьим-то постам, или кто-то кого-то просит посоветовать. И кто-то пишет, тебе только к Ермиловой, Ермилова. А человек пишет, ну я был у Ермиловой, не моя манера, мне такое не заходит. Да, встречайте такое. И при этом подпись у человека зажигаю, жить. И в общем, списанные мои тексты, значит, там, ну, значит, зажигаю. Вот. На самом деле неважно. Это все такое дело. Все друг у друга списывают. Замечательно, прекрасно. Я всегда говорю, меня хватит. Вот у меня настолько большой поток, что я могу даже всем написать, мне тоже писать. Так вот, возвращаемся. Наши привычки, а по сути это привычки, я говорю о том, что человек состоит из набора привычек. Так вот, этот набор привычек, которые мы себе создаем, и приводит нас к результатам. Если вы хотите открыть бизнес, то последнее, что вам понадобится, это деньги. Первое, что вам нужно научиться, это понять, какой продукт вы хотите создавать. Второе, вам нужно понять, как этот бизнес работает, устроиться кому-нибудь на работу, поработать в этом, вырасти в этом, увидеть это изнутри. Никто этого делать не хочет. Важно прорасти, понять, чего вам не хватает, понять, что вы будете делать, когда у вас будут эти деньги. Потому что мало что-то открыть. Люди хотят, людям нужны деньги на бизнес, тогда, когда они либо хотят открыть что-то физически, либо влить кучу денег в трафик, купить себе. Я хочу себе большой инстаграм. Вы знаете, меня откровенно бесит, люди, я не знаю почему, и знаешь, что это неправильно, я с этим работаю, но у меня откровенно бесит люди, которые себе на гибах набирают аккаунты и потом продают рекламу. Я несколько раз обжигалась на этом, когда у полумиллионника, например, я покупала рекламу, и ко мне приходило 200 подписчиков. 200 подписчиков у аккаунта, у которого 500 тысяч. И понятное дело, что там какие-то модные, красивые девчонки, которые, значит, там все лакшери, ту-ту-ту, но это отвратительно. Для меня лично. И я всегда за экологическое развитие. То есть, если вы в чем-то развиваетесь, вы реально должны быть хороши. Мало того, если вы в чем-то и правда хороши, то вы всегда найдете под это деньги. Они к вам сами придут, у вас будут идеи. И я хочу, чтобы вы понимали, что для того, чтобы вы росли, вам надо находить, в чем вы классные. Вы можете быть очень коммуникабельными. И это даст вам возможность знакомиться с правильными людьми, презентовать себя, продавать свою идею. Вы можете очень крутые идеи придумывать. В этом случае вам лучше всего соединиться с кем-то, у кого есть ресурсы, у кого есть финансы, кому нужен такой человек, как вы, и стать его партнером. Сегодня очень распространенная тема, когда люди с деньгами ищут тех, кто может круто делать. Они говорят, я вкладываюсь, а твоя энергия и все остальное. Мы делаем крутые проекты. Так тоже бывает. И я знаю таких историй очень много. Вы можете быть очень заряжающим человеком. Вы можете быть таким, который, знаете, когда его идея прет, как это было у меня в свое время, я продала идею одну интересную. Сразу 10 компаний предложила им объединиться. Они все сдали мне деньги на это. И мы запустили эту идею. Она была краткосрочная, но это было прикольно. То есть вы должны понимать, что в данном случае сработали не деньги, а сработала энергия. Люди говорили, ты так рассказываешь, я была еще партнершей со своей, вы так, девчонки, рассказываете, что невозможно в это не поверить. Даже если это не сработает, мы хотим попробовать. У вас есть потрясающий капитал. У каждого, у каждого человека есть свои таланты. Потрясающие. Но нам лень. Мы хотим заменить это деньгами. И точно так же, как в спорте, мы хотим заплатить денег, чтобы проснуться, и тело было красивое. Это причина, почему пластическая хирургия сегодня настолько популярна. Почему? На сегодняшний день пластические хирурги невероятно востребованы. Потому что скоро мы с вами не будем находить девочек, которые бы что-то себе не сделали. Мало того, ладно, откормила грудью, сделала грудь. О, ну половина же, большая часть, которая сделала грудь, никогда не кормила этой грудью. Все попилили себе носы. Все там, я не знаю, животы пооткачивали. Сегодня вместо того, чтобы идти в зал, можно засунуть себе трубку и сделать липосакцию. Понимаете? Можно шприцом себе жопу накачать. Зачем ходить в зал, если можно имплант себе в задницу поставить круглый. То есть, понимаете, это не то, чтобы плохо, это не плохо, но это показывает, в какую сторону мы двигаемся. Это показывает сторону нашего развития. Мы хотим, чтобы все происходило за нас. Большинство людей на протяжении всей своей жизни ищут волшебную таблетку. И искренне верят, что ее найдут. Но если бы они хотя бы 1% этого времени начали посвящать вместо вот этого поиска себе, развитию, постоянному задаванию вопросов, что я могу сделать, чего я хочу, куда я иду, то уже имели бы совершенно другой результат. У меня есть люди, которые годами пишут мне, как вы похудели. При том, что похудела я, когда мне было там 19 лет. Ну, понимаете, да? Мне уже 38. Уже я большую часть своей жизни назад похудела. Но люди мне годами пишут. Я пишу, попробуйте закрыть рот, а я очень люблю иду. Попробуйте пойти в зал, у меня нет денег. Так не ходите в зал, дома поотжимайтесь. Вот у меня маленький ребенок. На все всегда есть оправдание. А потом человек говорит, вам хорошо, у вас деньги есть. Аплодисменты. А теперь давайте зададим вопрос, а почему у меня есть деньги? Почему у меня есть деньги? Наверное, потому что я целый день ничего не делаю. Наверное, потому что я недисциплинирована. Наверное, потому что я не ставлю себе цели. Наверное, потому что просто мне повезло. Да, мне повезло, я очень везучий человек. Я везучий, потому что у меня развиты все навыки сильного и успешного человека. а которые не развиты, я продолжаю в себе развивать день за днём. И повторюсь, это не мой феномен, это так все устроены, и вы, и я. Просто я это понимаю и действую в этой плоскости, а кто-то из вас этого не понимает. Вот и всё отличие между нами. Понимаете? Вот, собственно, и всё. У меня трое детей, занимаюсь спортом без денег. Это замечательно, только при одном условии, если у вас есть деньги. Потому что если у вас денег нету, и вы поэтому занимаетесь спортом, и вы ничего не делаете с тем, что у вас нет денег, и у вас есть трое детей, то это говорит о проблеме. Понимаете? Прежде всего, об отсутствии вообще мотивации к развитию. Потому что, как по мне, дети – это самый мощный вообще такой рычаг для развития. Потому что когда ты сам, вот это вот, знаете, я понимаю, начинаешь качаться, кататься по полу, думаешь, что ладно, может чипсыки пожрать. Но когда у тебя дети, ты понимаешь уже, ну это, во-первых, это безумная любовь, которая мотивирует, да, сделать ради них что-то. Во-вторых, это безумная любовь, которая к себе рождается. Я родила таких классных детей, я хочу быть для них примером. Хотим мы этого или нет, дети всегда копируют нас. И 50 процентов, в худшем случае, 50 наших всех бэкграундов и всех наших вот этих вот тараканов, они забирают себе, а в некоторых случаях гораздо больше. Понимаете? Они это берут от нас. Мы потом удивляемся, откуда они такие. Мне говорят, как твои дети столько тренируются, как они маму все время, какой видят. Они видят маму, которая работает, они видят маму, которая успевает быть с ними. Я им сейчас говорю, я проживаю три жизни сейчас. У меня столько, девчонки, энергии, что я, Ева, проживаю с тобой жизнь, Алиса, проживаю с тобой твою жизнь и карьеру, потому что мы устроим с ними карьеру сейчас. Я не отложила это, не сказала им, вот вам лучшая школа, идите засуньтесь туда, а у нас школа сейчас полного дня. Идите засуньтесь в эту школу, в 7 часов вечера вас будут привозить водитель. Все, нормально, я вас устроила, у вас стоит в месяц обучение хреновую тучу денег, занимайтесь чем хотите. Нет, мы строим карьеру сейчас. Я хочу, чтобы к окончанию школы они уже имели свои бизнесы, свое развитие, свое место в этом мире, свои собственные достижения. Не мамины видения того, кем бы они хотели быть, а свои собственные. Я им просто сейчас помогаю это делать, нахожусь рядом с ними. Но свою же жизнь я тоже не отменяю, поэтому да, мне надо стать где-то в 5. Да, у меня сейчас Алиса на разогреве, а я веду с вами эфир. И это круто, потому что я развила в себе навык многофункциональных задач. Я развила в себе навык не ныть, что я хочу отдыхать. Отпуска нет и не предвидится, и не будет никогда. Я не хочу отдыхать от своей жизни. Для меня понятие отдых – это движение, это развитие, это кайф, это удовольствие, которое мы делаем постоянно. Сейчас мы здесь, потом мы там, потом куда-то едем. Потом у нас в лето это расписано так, как никогда в жизни не было расписано. Потому что я вкусила вкус этого развития. Я понимаю, что жизнь нельзя отложить на потом, что не нужно этого делать. Тогда потом что-то будет, нужно стремиться. А спросите себя, а что я сейчас делаю для этого потом? Какие конкретные шаги именно сегодня я предпринял для своего потом? Ну, у меня нет денег. Забудьте об этом. Если у вас нет денег, вы ни черта не делаете, чтобы они у вас появились. Вы не работаете со своим сознанием. Вы не залазите в свое подсознание. Вы в физическом мире не знаете, что делать, потому что ваш мозг занят мусором. Вы его накормили отходами. Конечно, если вы обсуждаете, делать ли вам вакцину или не делать, кто там в очередной раз умер, что кому кто сказал, посмотрели сериал, какой новый телевизор купить, что там в новостях говорят. Если вы все это обсуждаете, еще бесконечно смотрите каких-то блогеров и ставите им комментарии, первую фоточку или вторую, какая больше нравится, а вам я нравлюсь в каком рекламном костюме, в желтом или в красном. Конечно, если это ваши жизненные задачи, то, естественно, ну, как бы некогда вам. Я вас прекрасно понимаю, вы очень занятые люди. Но если нет, если это не так, я очень хочу, чтобы вы начали двигаться вперед. Я очень этого хочу. Ребята, я вижу этих сонных детей повсюду. Просто поверьте мне, повсюду. Мне уже даже кажется, что некоторые люди, когда меня видят, они уже, так знаете, от меня отходят в сторону, потому что слишком какая-то я, вот слишком. Вот как-то, знаете, хорошо, когда этой женщины нету, тогда жизнь вся прекрасна, ты себя чувствуешь нормальным человеком. А тут заваливает, заваливает, значит, это в гетрах, в шортах, в топиках, такая, значит, энергичная, и деньги, блин, зарабатывает, и детей возит, и мужик у нее есть, и, короче, все у нее в жизни круто. Да, у меня все в жизни круто. По одной простой причине. Я так решила, и я работаю над своей жизнью every day. Все. Нету вообще других секретов нету. Никаких. Вот, собственно, и все, что нужно делать. Я вас тоже всех люблю, 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 люблю. Я так рад вернуться в эфир, вы знаете. У нас первый эфир не будет долгий. Во-первых, для того, чтобы вы, значит, вошли в форму, а то, знаете, потом так вас шибанет, вы скажете, боже мой, надо аккуратненько, это как занятие. Вот, во-вторых, ребятушки, сегодня я сказала об этом в сторисе, сейчас начинаю повторять, что мы приняли решение, что у нас будут подниматься цены с осени на наши все марафоны. Я знаю, что это вас, скорее всего, не остановит, но, тем не менее, возможно, для кого-то будет мотивашкой все-таки лето, вот это, которое надо отдохнуть, подождать. Вот сейчас не время. Может быть, вы все-таки поймете, что время-то сейчас. У нас 1 июля стартует новый рерайтер жизни. И мне так хочется сильно, что вы туда пришли. Мне так хочется вас встряхнуть. Мне безумно нравятся те перемены, которые я вижу в людях, которые ко мне приходят. Блин, это так вообще фантастически. Когда приходит человек, а через неделю он становится другим, когда он пишет, как это вообще происходит, как я вообще начинаю все по-другому видеть, это реально работает. Я готова вас заряжать. Я каждый день работаю со своими рерайтовцами, участниками всех своих марафонов. Для меня очень важно, особенно рерайтер жизни, особенно законы денег, те, кто только приходит, только свеженькие люди, потому что дальше, в принципе, уже все начинают качать друг друга. Вначале, конечно, нужна мамка, поэтому мамка всегда, в общем-то, находится рядом. Я вас зазываю, призываю, приходите. Это правда круто работает. Я вам очень благодарна за то, что подписались на этот окол. Я очень благодарна, что мы даже догребли до этого количества людей. Я надеюсь, что мы постараемся закинуть этот эфир все-таки в мою основную ленту. Но мне очень важно, чтобы вы приходили, потому что я тоже безумно соскучилась по нашему общению. Я сильно надеюсь, что Инстаграм скоро основной мой аккаунт, глюк этот уберет, и мы будем общаться. Потому что я решила, что эфиров я буду проводить просто максимальное количество, насколько возможно. Смогу по одному в день, значит, будем фигачить каждый день. Спасибо вам всем большое. Я еще раз приглашаю вас на рерайтер. Не думайте, приходите. Вы уже понимаете, что со мной скучно не будет. Спасибо всем, кто своим подружкам, друзьям. Меня рекомендуют. Очень много людей в последнее время не пишут, что кто-то кому-то порекомендовал. Я вам искренне благодарна. Подумайте над тем, что я сказала, и начните делать прямо сегодня что-то. Уберите вот это то, что мне мешает, и найдите то, что вам сегодня может помочь. Обнимашечки, и всем до встречи.